И всем привет! Спасибо, что к нам заглянули. И как видите, мы заглянули к нашей гермионе крыске. И 9 числа у неё родились вот такие вот прикольно весёлые пупырьки. Но они пока глупенькие, ничего не соображают. Видео я думал так смонтирую нарезками пока что, и думаю, расскажу, что в итоге получается. Получается у нас следующее, потому что это маленькие крысята. Им чуть-чуть на данный момент больше недели. Они родились у нас 9 числа. Мы даже не заметили. То есть мы смотрим в домик, а там что-то вот происходит. И вот с горя пополам вот решили их поменять. Наполнитель. Вроде бы как ходит легенда то, что нельзя трогать их, иначе маманя от них может отказаться. Но опять же не знаю. Ну, что знаю, то про крыс, ну и расскажем. Про крысят данных. То есть видите, они постепенно, но они быстро достаточно растут. Даже не заметите, как вот они уже были розовенькие поросятки, а сейчас уже начинает пигмент у них кожи такой проявляться. Данные крыски это крысы-дамбы. То есть у этого вида очень необычные ушки. Собственно, из-за этого крысы получили свое название в части слона из мультика. Крысы-дамбы, по-моему, кстати, если не ошибаюсь, были выведены в лабораторию в Калифорнии в 1991 году. Их привезли в 2000-х годах из Англии. Данные дамовые крысы дорастают до 15-20 см, а самцы в весе 250 или около 500 грамм, а самки около 200 и 400 грамм. Ну, наша девочка-маманя Гермиона не такая уж стала здорова, зато ее муженек Гарри Поттер, он же самый, он выросся и вымахал как слоняра настоящая. Это прям вообще трешняк. Это просто туша такая вот сидит с яйцами, с виницами, бубенцами и все. Ну, сделал свое дело, посиди пока отдельно. Мы его пересадили, потому что мало ли в избежание каких-либо случаев, чтобы ничего не случилось. Ну, данные крысята пойдут на продажу, явно не в магазин, а то есть выставим куда-нибудь на объявление. Но один у нас уже покупатель есть. Так что эти ребятки у нас растут, мы еще даже не знаем по полу, то есть кто. А так эти крыски домашние не очень милые, доверчивые и в том же время хитрые существа. Они с легкостью находят спрятанную еду и запросто ориентируются в пространстве. Пока что кормятся они молоком. Также полезно мамане давать творожок чуть-чуть, чтобы у нее вырабатывалось хорошее молоко. Процессия. Она их кормит, то есть она все в доме, как она вот видите, из сена она прямо сделала себе вот именно гнездо. Вот. И ребята чувствуют себя прям идеально хорошо. Им и не прохладно, им и не прохладно, и не жарко, им прям вообще вот очень, кстати, хорошо. То есть видите, как сейчас вот можно наблюдать, они сидят просто в домике, чили, тусят потихоньку и все. Если посмотреть за их характер, то они, кстати, хорошо обучаемые. Животные хоть живут недолго, ну, 8 лет крыска или 10 может у вас, в принципе, притянуть, да? Но они очень хорошо обучаемые, с ними, кстати, можно и ходить, гулять и даже дрессировать. То есть они не глупые. Глупые это мыши, я так считаю. Ну, мышки тоже своей хитрожопостью, но умнее всего крысы. Скажу так, первое, как бы, хотел, когда думал их разводить, типа халявная еда для змей. Потом, когда увидел вот это чудо, вот эти вот маленькие голожопиков, как бы, и не хочется их даже трогать. Вот только на продажу, вот, да? Вот, то есть, видите, слышите, как они пищат, маманю просят и ищут титю, сисью, все. Вот она их облизывает, холит, лелеет их и любит их прям безвозмездно и никому их не отдаст. Но на данный момент они пока вот такие вот лысенькие, опушаются потихоньку. Ну, так как видеонарезка, а тут в конце будет показано, как они такие вот более-менее пигментом таким стали интересным. Беременную крыску можно кормить и салатиками, и овощами вот разными. Там, творожок, как я и говорил, чуть-чуть можно сладкого им лучше не надо давать, особенно беременным. Ну, не беременным, которые уже родившимся. Вот, господи, куда меня дели, да? Где мои дети? Вон, не лежат. Целости, сохранности. Кайфуют, балдеют. Если вернуться к кормежке, то обычный корм для крысок и добавлять туда можно изюмами, изюма суховатого, чтобы у него молоко вырабатывалось. Творог полезен, чтобы кальций вырабатывался. Если что, поправьте в комментариях, если вдруг что-то там ошибаюсь, или если вообще колоссально ошибаюсь, мало ли вдруг у кого-то там что-то загорится. Ну, вот видите, они вот маленькие, они меньше пальчика, вот просто на все. Такие маленькие, ми-ми-ми. Мне еще даже не представляет, какая у них прикольная жизнь впереди. Животные, интересно, они контактные, с вами будут всегда веселиться, играть. То есть, ну, стрелит у вас мясо, как у меня, украл мясо, да и ничего страшного. Зато это интересно. То есть, такого вы больше не увидите. Ну, в смысле, на других роликах как-то увидите, это я просто за свое рассказываю. Бывают еще крыски лысые. Ну, подвидов, видов очень много, по-моему. Но лысые крысы не очень плющат на них, не вставляют ничего. Вот с шерстью крысы они вот и должны быть. Ну, лысые крысы-сфинксы, как там называют, они дюжи страшноватые. Вот. Давайте скоро пушатся. Вот. А так, у вас они родились, если аккуратненько поменяли. Маманя их будет холить, леете, ничего страшного. Сейчас опять вот чуть-чуть их решили поменять. Вот вы видите, они начинают уже меняться. То есть, постепенно у них вырабатывается свой индивидуальный именно окрас. Бедный перевернулся, упаля я. Интересно, у них стрельнет такое пятнышко, как у ихнего папания. Вот если порассмотритесь, вот трое чернявенькие, один такой сероватый. Либо это фонарик так светится еще. Ну, не знаю, скорее всего, он посерее будет, да. У них еще глазки не прорезались. Так как им неделя, неделя, нет, им 10 дней, то есть им 7 дней и 3 дня, то, по-моему, ко второй, ко 2,5 неделям у них должны прорезаться прям основательно глазки. Расштабелем легли. Среди сены и какашек. И сидят, балдеют, точнее лежат, балдеют. Что они ему еще делать? Расти и расти. Зато мы, кстати, когда отсадили маманю к папане, чтобы их свободно поменять, ох, папаня там, прям вообще Гарри. И соскучился, он там с ней и так и сяк наперекосяк. И в плане, это там опять заделать детей, я соскучился, видите ли. Я тоже думал, они изначально играются. Они не играются, ну, по-своему игрались. Вот, пожалуйста, доигрались. Критануло на 4 прям. Вот и ладно. Так что... Вот такие вот у нас ребята растут. Ну, кстати, с белка им можно еще давать зафобосы. Не крысятам, а крыски. То есть мы агами даем зафобосы, и можно давать и крыски. То есть они прям, мы давали, прям разрывало моментально. Ну, то есть аккуратненько поменяли их, чтобы они не беспокоились. А так, для содержания здоровья и активности для данного любимца надо создать максимально удобные условия для жизни и размножения. А также организовать сбалансированный и питательный рацион в домашних условиях. Поэтому сложного, ничего. Животное классное, красивое. То есть, если у вас их двое, то заведите большую клетку. Либо можно клетку с собой сделать. Чуть-чуть сена. Морковки накидайте туда. Огорца закиньте. И, собственно, все. Больше ничего не надо. Вот, скажем так, из таких вот ребят, пьющих, получились вот маленькие симпатичные четыре дитя. А вам спасибо всем, что посмотрели данное видео. Надеюсь, оно было вам полезным. Поэтому спасибо еще раз за просмотр. Всем удачи. И пока. До новых встреч. Продолжение следует...